Здравствуйте дорогие огородники и садоводы. Сегодня я опять ввели своего перца. Он мне наливается. Я хочу сделать последнюю подкормку. Это гуматами. Я подкармливаю каждые две недели. Подкармливала уже я куриным пометом, зеленым удобрением. Вот мои зеленые удобрения. Смотрите, оно должно стоять где-то две недели. Вот такие вот толстенькие еще остатки от травы. Это не страшно, их можно просто выложить в ведро, залить водой. И еще будет у вас удобрение такое насыщенное, но опять можно ими еще что-то полить. Сюда я нарезала травку подорожника. Немножко, чуть-чуть, только чистотела. А обязательно бросьте, если у вас есть сухую траву. Сухая трава, когда бродит, вырабатывает сеную палочку. А это борьба с витофторой и борьба с липками. Так что обязательно немножко бросьте сухой травы. И любой остальной травы, какая есть. Лопуха. Сюда насыпала еще немного компоста. Я лично влила сюда еще кружку литровую дрожжевой закваски. Я сюда бросала еще, кстати, яблоки, остатки яблок, ноша картошки. Все, что есть, растительные очистки. Так что все, что есть, все сюда. Мы берем с этой бочки один литр и выливаю в 10 литровое ведро воды. И идем поливать. Перед поливом удобрением обязательно хорошо все полила, чтобы не обжечь корни. А потом поливаем удобрением любыми. Теперь берем вот такую литровую кружку этого зеленого удобрения и поливаем под каждый кустик. Ну кустики большие, уже можно полить и по литру. С одной стороны чуть-чуть и с другой стороны. Когда маленькие, тогда по пол-литра. Ну а так поливаем все растения до конца. Через день деньгерики можно подкормить еще, например, гуматом. Я подкормлю гуматом калия. Это будет третья подкормка. Первая куриная, теперь зеленая и третья гуматом. Сегодня я опять вылилась из своего перца. Он мне наливается. Я хочу сделать последнюю подкормку. Это гуматами, где много калия, потому что калия дает сладость овощам, фруктам всем. Вот еще и маленькие растут. Пора ему дать подкормку. Подкормлю каждые две недельки. Подкормливала уже я куриным пометом, зеленым удобрением. Сейчас хочу гуматом полить. Вот еще много маленьких, которые должны расти. Это сорт у меня антей или велетень. Они похожи прямо в велетень и антей. Мне кажется, это вообще одинаковый сорт. Вот крупненький, вот такой средненький. Не все крупные, конечно. Садила я перчик под ваблунку. Вот такие вот, смотрите, какие перчики. Мерцы хорошие выросли. Вот у меня здесь калифорнийское чудо. Вот тоже вот наливается громадный. Вот уже по метру почти вышина. Солнце очень горит. Вот смотрите, тоже калифорнийское чудо. Вот квадратное. Не знаю, как размеры. Вот рука вот. Вот такие вот, смотрите. Вот такие высокие. Это немножечко позже спеет. Вот такой вот, смотрите. Это сладкий, но такой длинный идет. Совсем еще зеленый. Поэтому надо обязательно еще подкормить. Потому что еще расти им долго. Еще цветов куча вот здесь цветут. Надо накрывать ароволокном, потому что солнце пает, получаются солнечные ожоги. Удобрять надо каждые две недели. Сейчас хочу удобрить гуматом. Гумат приравнивается к удобрению крупного рогатого скота. Как его разводить, я дам ссылочку под видео. Они есть разные. И калийные, и гумат натрия есть. А гумат 7 это более эффективный, потому что здесь добавлено еще каких-то 7 микроэлементов. Они сделаны на основе гуминовых кислот. Гуминовые кислоты это легкая форма усвояемости. Поэтому растения очень хорошо, быстро усваивают эти удобрения. И это им, конечно, хорошая помощь для роста, для созревания. Если у вас нет гумата 7, берите любой другой гумат. Гумат калия. Вот сейчас хорошо, конечно, гумат калия. Или есть супер гумат. Любые такие. Разводятся они все одинаково. Сейчас я уже развела. Вот в таком он жидком состоянии. Хорошо надо разболтать. И на ведро я буду лить 100 мг. На маленькие нежные растения можно 50 мг. А вот на такие крупные уже можно по 100 мг на ведро воды. Вот так 100 мг. Здесь очень много микроэлементов, которые помогут перцу дозреть до конца и еще и вырастить. И ведро воды. 10 литров. Вот я налила сюда 100 мг. Беру кружку литровую. И под такой кустики, вот такие кустики, конечно, уже литр на кустик. Перед поливом обязательно хорошо смочить землю простой чистой водой. Вот так вот поливаем. Все. Теперь перцы. Эти же досперед будут красные. И помощь маленьким, новеньким разрастаться. Испечь дружненько. Ну вот так поливаем всю грядочку. Когда я соберу спелые, маленькие начнут расти, наверное, буду еще раз подкормку делать. Вот такой у меня пересмотреть, какая вышина. Всем пока-пока. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok